Семён Банков 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 из мира в непроходимые степи, не потому, что они ненавидели свою страну или свой народ, напротив, желая очиститься от всего наносного, от всего второстепенного, они прежде всего понимали, что оказывается, служение Богу – это самая великая польза для людей и для Отечества. Наверное, здесь уместно вспомнить, мы часто об этом говорили, два принципа жизни, иногда их коротко называют «правда силы» и «сила правды», есть некоторая интерпретация, что есть, допустим, «сила и слава», по-моему, так говорили римские легионеры, ударяя мечом о свой щит, но есть еще другой принцип, что оказывается, «дух и правда» или «сила правды» – это тот принцип, который почти всегда неминуемо и непримиримо борется вот с этим первым принципом «правды силы». Поэтому люди святые – это прежде всего люди, понимавшие смыслы жизни. Это не просто высокопарные слова, дело в том, что вот сейчас мы находимся вот на таком историческом изломе, когда у очень многих наших соотечественников есть четкое представление о том, что ходить в супермаркет и приобретать велосипед или еще что-нибудь такое – это не весь смысл жизни, и не только на эту тему нужно думать, прежде чем утром, покидая семью, пойдешь работать. Поэтому вот то, что мы называем духовным измерением жизни – это не просто некий самообман, некое внушение, это действительно то, что можно называть фундаментом жизни. И для нас особенно важно, что люди святые показывали это на деле. Опять же, отличительные слова святых – это отсутствие, простите, всякого пиара. Да, вот сейчас человек, хоть маломальски что-то полезное сделавший или руководивший теми, кто что-то полезное сделал, обязательно заявит о себе на весь мир. А люди святые действовали совершенно противоположно. Часто люди святые старались всячески избегать того, что мы называем заслуженной народной славой. Например, преподобный Серафим, помолившись за какого-то тяжелобольного человека, чтобы скрыть истинную причину выздоровления человека, давал какую-нибудь травку или давал лампадное масло, перед образом, перед которым он молился. Вел себя как знахарь обычный. Да, да, вот иногда люди как раз именно по этой причине и путали людей святых с такими не совсем иногда подлинными врачевателями. И, конечно, в народной памяти, особенно если речь идет о людях тогда неизвестных, часто бывало так, что иногда эти вещи путались. Но для нас самое важное, что люди святые – это прежде всего воины духа. Это прежде всего люди, осознававшие, что история – это не некий беспрестанный прогресс, как часто нам внушается. А история – это действительно арена битвы. Вот тех самых начала, о которых мы говорили чуть ранее, что действительно начало духовное и начало то, что мы называем церковной терминологией «плотским», или, как один богослов выразился, есть две России. Россия тяжелая и Россия легкая. Речь идет, конечно, не о том, что мы раздваиваем нашу страну, нашу историю. Мы говорим только о том, что, оказывается, очень часто люди святые были не просто не в чести, а часто они подвергались всяким гонениям, притеснениям и так далее. Речь не только о новомучениках, которых расстреливали только из-за того, что они были верующими. Если углубиться в нашу историю, то очень часто, почти во все времена, были люди, которых не понимали, не принимали, которых считали даже безумными. И вот такое безумие, если оно Христа ради, оно, оказывается, тоже очень своеобразный подвиг. Он не для всех, он называется «блаженство Христа ради», когда люди, никак не обязанные этому миру, никакими пособиями, никаким вниманием власть придержащих, люди, которые кормились своими трудами, жили в неимоверной нищете, часто не имели даже крова над головой. Вот, оказывается, эти люди иногда бывают самыми ценными, потому что они, что называется, без обвиняков говорят правду. Поэтому русские святые – это прежде всего наш подлинный праздник, потому что, собственно говоря, человек не может без праздника жить. Вопрос только в том, каково содержание этого праздника. И, опять же, есть смысл вспомнить о том, что, собственно говоря, каждая душа человеческая тянется к Богу. Это то, что в нас заложено. Это то, что Церковь называет понятием образа Божия. Или, как христианский писатель Тертулян говорил, каждая душа, каждая, без исключения душа, по своей природе христианка. То есть, речь идет о том, что в человеке, в самом нашем существе, в нашей природе заложено это чувство тяги к Богу. Это можно сравнить с музыкальным чувством. До некоторой степени это параллель абсолютно уместно. Если человек родился глухим, то бессмысленно говорить ему о том, что звук «ля» – это 440 Гц колебания. Он покивает головой, но он в помине не слышал никогда ни звука «ля», ни какого-либо другого звука. Поэтому для него это останется только теорией. Нечто похожее происходит и с душой человека. Если человек совершенно заглушил в себе духовное чувство, а это возможно в крайне редких случаях, когда человек либо действительно одержим какой-то манией борьбы с Богом, со всем духовным, со всем возвышенным и святым, либо человек погряз в каких-то страшных грехах, преступлениях, которые действительно не позволяют ему открыть свои духовные очи и посмотреть на мир Божий. Таким образом, для нас русские святые – это прежде всего духовные маяки. Это люди самых разных эпох племен социального происхождения, образовательного ценза, но люди, объединенные прежде всего вокруг Христа. Это вот тот самый несметный полк свидетелей, по выражению апостола Павла, который свидетельствует нам прежде всего о том, что и Бог, и мир, и наша душа – это абсолютные реальности, которые, собственно говоря, являются самыми главными ценностями. И для нас русские святые – это прежде всего ходатай пред Богом. Здесь удивительно, насколько богата наша страна. Недаром есть известная пословица, что не стоит село без праведника. Действительно, часто мы даже не задумываемся над тем, что оказывается, какая-нибудь совсем неизвестная нам старушка, сидящая рядом с храмом или на пороге многоквартирного дома, может быть молитвенницей, которая молится за весь мир. И, конечно, нам очень важно вглядываться в лица людей для того, чтобы не просмотреть искру Божию в каждом человеке. Поэтому память русских святых для нас – это прежде всего сигнал, сигнал духовного мира, сигнал о нашем призвании. Оказывается, что святость – это удел, призвание, если угодно, наследство, гражданство, которому призывается любой человек без исключения. И для нас особенно ценно и радостно, что огромное количество наших соотечественников откликнулись на этот зов Божий. В качестве иллюстрации закончу событиями XIII века, когда Россия еще не до конца освободилась от татаро-монгольского ига. Речь идет о мученике, который сейчас почивает в городе Владимире. Это удивительный человек, по своему происхождению не русский, что показывает, насколько точно церковное и народное сознание понимало, что есть подлинная святость. Речь идет о святом Аврааме, который был по своему рождению и происхождению мусульманином, был достаточно успешным купцом и встречаясь где-нибудь на великом шелковом пути с русскими купцами, таким образом познакомился с православием. И самое удивительное, что этот человек не только искренне принял веру Христову, но не побоялся даже пострадать за Христа. И каково было, вероятно, тогда не меньше было иностранцев, чем сейчас, но они были потрясены, когда увидели, что вносимые в город Владимир, тогда этот город был столицей нашей страны, когда несли мощи святого Авраамия, начиная от епископа и заканчивая простецом, все вышли навстречу этому святому. И сейчас ни у кого не повернется язык сказать, что это не русский святой. Конечно, для нас всех памятны часто наши бабушки, которые говорят и искренне удивляются, что оказывается, святой Николай не русский по происхождению. Каково? Он наш русский святой. То есть речь идет о том, что вот некое такое сплетение духа и ментальности дало удивительный феномен, удивительное явление, которое мы называем русской святостью, которое, безусловно, является одним из самых впечатляющих и ярких моментов мировой истории культуры. И, собственно говоря, прежде всего, отечественной культуры. Дядя Семеновна, вот вы в основном говорите о русских святых, о государственных мужах. А вот я бы хотела еще одну грань как бы открыть. Ведь совсем скоро, например, праздник святых Петра и Февронии. Это подвиг и любви, и верности, и это еще одна вот грань, как мне кажется, именно русской святости. Безусловно, безусловно. Но опять же, святой Петр был все-таки государственным мужем. Да, то есть мы опять возвращаемся к тому, что оказывается, человек непростое существо. Да, при всем том, что мы действительно иногда некоторые вещи слишком усложняем. И в жизни вот такой конфликт простоты божественной и сложности человеческой наступает с такой отчаянностью, что действительно человеку приходится буквально вот как вот от себя отрывать, от сердца отрывать то, что наносное не главное. Поэтому русские святые, это безусловно, это подвиг и отречение от мира, это и подвиг подлинной христианской семьи, это и подвиг защиты отечества, кем был, например, прославленный адмирал Ушаков, не проигравший ни одной морской битвы, сохранивший девственность и целомудрие, что для моряка во все времена было не так просто после отставки, ушедший к своему дяде в монастыре в Санаксар. Безусловно, даже если по пальцам попробовать пересчитать подвиги наших святых, то мы будем потрясены, что оказывается, каждому из нас в любом практически обстоятельстве нашей жизни, в любом нашем социальном и каком угодно другом положении всегда найдется пример, который мы можем почерпнуть в качестве образца из жизни русских святых. Собственно, именно поэтому многие поколения наших предков свое образование начинали с псалтири и житий святых. Вот кто был учителями жизни. Ну вот можно еще привести в пример, мне кажется, ее можно считать святой Блаженную Матрону? А как же, конечно, конечно. Вот вы просто упомянули о Блаженных, вот ее как яркий пример, мне кажется, можно это тоже. Безусловно. Более того, Блаженная Матрона одна из самых почитаемых святых не только в России. Речь идет о том, что Господь в разные времена показывает разные стороны святости, если можно так выразиться. И Блаженная Матрона в этом смысле самое необычное несение подвига. Потому что Блаженная Матрона родилась слепой. И, конечно, очень многие просто не замечали того дара, молитвы, той чистоты, которая есть вот в этой маленькой Матронушке, как ее называют. Но, на мой взгляд, все-таки вот такое детское наименование Матронушки, оно либо показатель такого действительно благоговения к святой, либо показатель такой, ну, не совсем церковного отношения. Потому что с этим мы тоже постоянно сталкиваемся. Конечно, святая Матрона – это, прежде всего, подвиг молитвы и такого яркого горения, подвиг веры, подвиг служения. Вот какого бы святого мы не упомянули, это всегда будет служение. Именно поэтому мы имеем честь называться рабами Божьими. То есть, мы имеем великую возможность служить Богу. Но еще и в те времена Матронушка, когда, собственно говоря, времена гонений, можно так сказать. Наверное, не случайно. Святая Матрона была не игуменей монастыря. Святая Матрона не была женой какого-нибудь секретаря ЦК КПСС, а была простой крестьянкой, которая только в таких условиях и могла взрастить в себе этот духовный талант. Ведь известно, что в самых отчаянных моментах истории именно люди простые, можно так выразиться, играют ключевую роль. Потому что они не связаны никакими условностями. Они действительно подлинно свободны. Это тоже отличительная черта святых. Вот мы только прикоснулись к этой теме, мы только попытались обрисовать те качества, которые присущи всем святым. И особенно, конечно, свобода. Потому что часто бывает так, что практически все из нас кому-то чем-то обязаны и не могут сказать все, как есть. Это наша постоянная проблема. Но вот в этом удивительная черта святости, что люди святые, как, например, блаженный Василий, мог даже первому лицу государства сказать... Мясо не ешь, да. А крови человеческое пьешь. И, безусловно, вот такое яркое, можно даже сказать, яростное противопоставление святости и духа мира сего, выражаясь церковным языком, это то, что было, безусловно, оно будет всегда. Потому что мы верим, словам Христа, что врата ада. То есть все силы ада не одолеют церкви. Даже если церковь будет количественно умолена до минимального количественного показателя, тем не менее церковь останется тем средоточием благодати и силы Божией, которые в этом мире, не раскрытым еще для Бога. В этом, собственно говоря, главная миссия святых. Потому что они в этом мире как семя. Они не дают нам в плохом смысле слова расслабиться. Они никогда не дают людям почивать на лаврах. И всегда говорят о тех реальных недостатках, о тех реальных грехах, которые, безусловно, являются тем средостением между Богом и нами. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. А мы продолжим тему «Русские святые» темой «Война и церковь». В следующий вторник в 8 часов вечера. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok